доброго дня есть новости а это готовые клиночки узкие из многослойной дамасской стали давайте по порядку то есть клиночки я изготавливал для пробы почему меня потянуло на именно дамасской стали это сделать сам не знаю лучше бы на углеродке какой-то на обычной вы испробовал бы тут новые приспособления ну ладно что сделал то сделал это вот да на оттенки и вообще внимание серо-серый черный цвет все тут зеленоватые оттенки это все просто видео передает так это клиночек кстати сейчас я это лату не прикрою это дело вот этот клиночек а он встреченный есть ее конечно уже не видно но она есть то есть пригодится вот тут вот чем показать вот тут она идет вот вот так вот сейчас другой стороны еще может видно вот вот наверно вот я видно на облик в остальном рабочий клинок в общем-то все равно не получится показать путно вот что удивляет клинок звенит везде он не должен здесь очень видеть в этом месте хотя здесь прислушаться разница чуть-чуть какая-то имеется вот трещинка на не должна давать учить звука наверное за тонкой подводки он проигрывает все звуки вот тогда секундочку так продолжим я просто ставил на паузу чтобы не быть голословным покрыл латуни насечку на вот еще этих двух тут насечка вот такая поэтому не стал закрывать латуни очень рискованно конечно было травить потому что такую тонкую подводку вообще желательно не травить возможности такой лепесток вообще не стоит травить потому что это чревато бураком но тут все обошлось все хорошо это который пошире очищенному она вот такой лепесток очень тонкий как мне сказали разок недавно мол не удивил а покажите мне точно такой же лепесток вот так в такого же ракурса из дамасской стали также четко протравлено они просто слегка чистое что там что-то видно было какой-то из для к рисунок а прямо четкий очень такой резкий рисунок вот с таким лепестком я не встречал таких вариантов потому что никто не будет рисковать и травить настолько да и дамаск такого тоже не встречал так что не прокатит ну поэтому потому что лучше то есть у него ширина больше тоже все в порядке и вот еще один брак из-за которого я принципе всегда переживаю видно наверно при травлении и вот принципе я его словил в этот раз вроде бы что-то такого да а в принципе в принципе там если вспомнить так ориентировочную себе стоимость заготовок то я примерно тысяч на 24 стал беднее это за счет этой трещинки и за счет вот этого перри травы вот клинок ох ты получается то есть не выдержал про травы вот в этом месте и металл кончился он так был тут не какой-то тончайший а тут еще и про травы и поэтому два крайних клинка пойдут в раздел у цененки жалко конечно не их ну вот тут трещина она конечно в этом месте если кому не лень они маленько то есть можно вот так вот слегка да где трещина еще найти надо а вот она вот так вот слегка сточить чуть-чуть просто на любом камне на крупном чтобы тут подъем пошел с этого места все вот эта вся рабочая часть будет все будет хорошо может будет бриться отлично тут в принципе то же самое но тут даже ничего стачивать не нужно тут просто затачивать нужно ее и на вот до этого места вот здесь все будет заточено все будет правильно и хорошо это место брить не будет поэтому я их вывешу этот раздел да у меня были как-то претензии причем уже даже раза два то что вы вот человек покупает у меня в разделе оцененки но это не все опять же повторюсь вот это единичный случай совершенно но и мир нас претензия клинок то вот пример встречной как вы так вот то есть будьте внимательны то есть я же вывешиваю в этот раздел не просто так там же в описании все написано что почему как он туда попал по какой причине вот иначе бы он там не был дальше сейчас я скажу в думках что мне делать состав всеми двумя клинками то есть то ли их в оправы собрать то ли их клинками вывесить в принципе я для них вот такую штуку готовил кинг вуд королевское дерево хотел его установить но вот тут ну ладно вариант очень много чего доставать надо будет но если честно нет настроения что что то собирать причем две штуки две оправы для меня это напряжно что одну что две что три даже оправы это какие то такие хлопоты то есть смена инструмента тут одна беготня работы в принципе это как таковой нет поэтому я тут сейчас в думках наверное скорее всего вывешиваю их клинками кому нужно пожалуйста ну конечно единственное что я уже еще повторюсь я говорил как-то ранее что это не выгодно то есть покупать клинками чем то что цена основная масса вот эта ценовая она именно в клинках а не в оправах оправы тоже стоят денег но основная стоимость это клинок и поэтому разница не такая чувствительная между отдельным клинком и уже собранной полностью бритвой в оправе вот но зато есть такая возможность изготовить оправу самому и показать что руки у вас прямые и что вы индивидуальную бритву то есть собрали в итоге и она именно ваша именно сделана вашими руками а это тоже дорогого стоит поэтому оно того стоит вот может кто-то сейчас мне скажет что я не прав может в чем-то я не прав лучше взять готовую вещь и просто пользоваться ей того же как товарищ Ленин говорил каждый должен заниматься своим делом то есть я должен делать бритвы автослезарь должен ремонтировать автомобили и так далее и так далее и пилот должен управлять самолетом вот примерно так но то есть в жизни должно быть какое-то разнообразие опять же и опять же изготовление оправы своими руками то есть если вы всю жизнь водите самолет и говорите ну блин жизнь какая-то кисляк полный а вот это вот самое вот это дело как раз оно разбавляет работа своими руками разбавляет вот этот самый серость жизни ну что-то я уже философски да ударился да в общем у меня заготовки готовы это углеродистые стали марки все что я использую плюс хвг ко всем к ним еще но есть хвг тоже делал как-то заготовок много а дамаск еще не готов ну это естественно дамаск раза в четыре дольше куются хотя и та и другая сталь пакетно кованая шаблоны я уже показывал вот шаблон буду может так уделать может заужать но я в принципе что-то не уверен что кому-то нужно будет например там какая-то три восьмых бритва даже я не уверен а это вот бритва в принципе она мне всегда напоминает труд вачу она очень близка по размерам очень прям близка и по формам поэтому может быть буду просто как бы повторять этот я уже только показывал шаблон широкий будет его хочу сделать дальше я пока еще точно точно не уверен но вот думаю еще вот такой сделать вот только его недавно нарисовал будет широкий такой звонкий лепесток друн 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 шириной даже не измерял я просто рисую так что мне нравилось визуально все остальное уже делать техники говорится 24 то есть и бритва будет в районе 24 миллиметров уже в готовом состоянии так как когда шаблон обчерчиваешь то есть на заготовке там черчишь на заготовке его то вот эта вот чертилка она всегда дает плюс по контуру потом конечно обтачивается но все равно размер примеру к этому опять возвращается к шаблонному в итоге еще вот такую я раньше бритвку делал вот можете ее сделаю хотя очень такой сложный вариант я вам скажу вроде бы ничего такого да ну как говорится пилите и пилите но вот этот вот изгиб он очень такой крутящий я вам скажу и вот выловить его то есть на вот том чтобы все было одинаково что тут что тут это сложно причем шаблон это нужно править он здесь шире здесь уже сейчас я вот ложу сразу в сторону чтобы не забыться по этому поводу дальше что я хочу дальше делать уверен на сто процентов ничего сказать не смогу что прям вот именно вот это вот это вот это нет но рассчитываю наверное все таки произвести еще бюджетных бритв хотя они мне вообще не интересны я с ними то в нулях то в минусах но просто чтобы еще было штук пять так как то спрашивали был тот момент у меня какой то пускай будут не всегда же быть там в плюсе правильно что то должно быть и в минусе вот это в первую очередь что я хочу произвести это вот именно бюджетные бритвы они будут кстати должны вас порадовать тем что бритвки будут примерно вот такого варианта ну не не по контуру а с такими вот лепестками звонкими и длинными единственное что они будут чем проигрывать лепестки будут не настолько тонкие но практически рядом с этими практически рядом будет моносталь не дамаск потому что здесь дамаска есть попроще есть подешевле невозможно сделать вообще бритву просто дамаска дамаска должна быть особенно высокого качества особенно большой плотности поэтому будет моносталь и шлифовка будет матовая ровная нормальная такая шлифовка но матовая не зеркальная вроде бы что бы могло казаться то есть полирнуть всего лишь там полирнуть это легко какой то там жесткий жесткую какую то заготовку даже тот же клинок ножа его просто взял полирнул не говорю что вообще просто но просто взял нажал взял протащил тут ничего нажимать не получается и чтобы полирнуть вот такое тонкое лезвие без нажима это я вам скажу это примерно одна третья часть работы вообще которая с клинками производится ну не одна третья но почти почти одна четвертая это уж что пудово очень много времени уходит очень много всяких тут прибамбасов в общем долгая история если так начать рассказывать даже но я за счет этого плюс еще тоже хочу выгадать чтобы они опять у меня эти бюджетные бритвы были где-то ну не дороже 5 желательно не дороже 5 вот то есть попробуй даже постараться до 5 чтобы они хотя бы были рядом с титаном бритвы титан под стоимости а если то есть по исполнению то есть по качеству то титан будет конечно далеко в сторонке но так вот оно все задумано кстати шаблон нашел только сейчас стою болтаю нет что-то нет шаблон как-то да как-то не факт не факт что я буду делать ладно что еще хотел сказать в общем по делу ничего я больше не хотел не хотел сказать походу просто нечего а от себя еще хочу сказать спасибо за поддержку моральную поддержку я посмотрел сколько там меня лайков у меня сейчас их там по-моему только за последние видео которые кислые грустные и ни о чем если в общем так взять то в принципе да нет там конечно я рассказал что и как у меня на данный момент что делаю что не делаю но если просто в каком-то вот со стороны человека посмотреть он скажет что за кисляк там такой творится а у меня там 12 лайков и вот это прям душу греет я просто так смотрю а там 12 лайков то есть 12 смотревшим мое видео оно понравилось вот это уже дорогого стоит даже есть один дизлайк то есть это тоже спасибо и за него вот я не расстраиваюсь когда вижу дизлайки это дизлайк это тоже внимание это тоже оценка ну не понравилось кому-то я может тоже кстати поставила бы на его месте дизлайк потому что предыдущее видео оно реально кислое оно реально какое-то там таким убитым голосом расстроенным а сегодня просто солнце светит и у меня настроение другое вот наверное поэтому все вот как бы все сказал что ж пока разговаривал с вами решил клинками вывесить два полноценными и два в брак в уцененку так что никакого вот этого королевского дерева не будет и постараюсь следующими завести как-то тут сейчас если времечко найду то бюджетные бритвы все больше новостей у меня нет спасибо за внимание и за лайки до свидания